Физкульт-привет, друзья и ученики! Хочу с вами поделиться приятной новостью все больше и больше информации в сети относительно холестерина и повреждения сосудов сейчас многие, в том числе уже и на первом канале показывают, говорят, рассказывают о том что холестерин не является причиной повреждения сосудов не является причиной атеросклероза как раз таки то, о чем я говорю уже на протяжении трех лет холестерин полезен последние, все последние исследования не проплаченные сахарными магнатами показывают и говорят о том что высокий уровень холестерина гораздо безопаснее, чем низкий уровень холестерина поэтому не слушайте никого ешьте яйца целиком а вот сахар как раз таки нужно исключать из своих продуктов из своего рациона а вы знаете, что современная индустрия питания даже спортивная напичкана сахаром а именно сахар является причиной повреждения сосудов и соль в том числе не забывайте о том, что холестерин для мужчин крайне необходим для того, чтобы вырабатывались мужские половые гормоны андрогенные гормоны не забывайте о том, что слоем тонким холестерина выстрелена внутренняя полость легких и можно еще перечислять и перечислять никогда вы не получите вред серьезный вред от холестерина но, конечно, переедать его тоже не стоит и любителям сливочного масла тоже хорошая новость его можно есть ограниченно но другой факт, который действительно настораживает то, что масло сливочное является по количеству подделок, наверное, на первом месте и в Российской Федерации, в Украине, в Белоруссии тяжело найти настоящее сливочное масло не тот спред ту ерунду, которую продают под битом сливочного масла это действительно вредно транс жиры всегда вредно организм не может усваивать транс жиры и сразу же отправляет их под кожу друзья, пишите ваши комментарии с вопросами о чем вы еще хотели бы узнать и я обязательно сделаю на это статьи, видеоролики еще одна страшилка относительно глютена вы знаете, что глютен не переносит в мире всего 1% а как вы думаете, сколько людей не переносят лактозу? лактозу тоже вроде бы маленький процент, да? но просто чтобы вы понимали, чаши весов глютен 1% населения земного шара а лактоза 5% но тем не менее, про лактозу никто ничего не говорит не бьют в набат, а про глютен все кругом кричат, насколько это вредно то же самое касается и ГМО ГМО не так страшно и не нужно его бояться бойтесь транс жиров бойтесь переедания бойтесь быстрых углеводов и в принципе, если вы перебираете с калориями это очень и очень плохо друзья, следите за вашим питанием все есть в моих статьях, в моих видеороликах на моем сайте hmgym.ru, на канале, который вы смотрите и в группе ВКонтакте будьте здоровы, увидимся в следующий раз, как всегда, в тренажерном зале всем пока!